Приветствую всех на своем канале! В этом видео я вам покажу, как будет создаваться картина в стиле абстракция и название ее будет Древо Жизни, где центром картины станет вот такой вот образ Древа Жизни. Я распечатала себе наглядный пример из того, что было предложено в интернете. Такой вариант Древа Жизни мне понравился больше всего. И я этот рисунок перенесу в центр нашей будущей картины. Эту картинку я перенесу на холст. Холст у нас на подрамнике, загрунтованный акрилом, размер 50 на 60. После того, как я напишу данную картину, я его покрою лаком, защитным лаком. И долгие годы, возможно, даже века эта картина будет радовать глаз. Уход за такой картиной будет очень простой. Можно взять простую тряпочку и просто вытереть с нее пыль. И при этом картина не повредится, ничего с ней не случится. Итак, я начну переносить данный рисунок, данный образ Древа Жизни на холст. И сейчас я покажу вам, как буду это делать. Сначала я с помощью карандаша линейки обозначила, где будет центром картины и такой обвела круг. После я перенесла рисунок, то есть нарисовала и прорисовала дерево, ветви и листву. Затем одним слоем сиреневой краски акриловой я разукрасила ствол дерева, корни и листву. На данном этапе эскиз картины красками готов. Я прорисовала кисточкой и такой вот сиреневой краской корни, ствол, листву и ветви самого древа. Вот этот фон я сделала с помощью краски и вот такой вот губки. Это губка кухонная для посуды. Я отрезала кусочек, намочила в краску разведенную с водой и таким вот образом нанесла фон. Но это будет не основной цвет картины. Основной цвет картины будет выполнен в теплых тонах разнообразного оттенка. А это, скажем так, подмалевок, под основные цвета. Сейчас я приступлю к фону картины. После я уже буду прорисовывать дальше древо. Сейчас я хочу заполнить вот эти вот пустоты между ветвями и листвой древа. Буду я это делать пока с помощью губки, а потом помогать себе кисточкой. Фон в середине картины будет светлый и для этого мне понадобятся три цвета. Это белый, коричневый и желтый. Я размешаю и нанесу первый слой на картину. Вот в таком корыте я размешиваю краску. Развожу до нужного цвета. Естественно, добавляю воды, потому что акриловая краска имеет густоту. И нужно с ней работать очень быстро, так как акриловая краска имеет свойство быстро засыхать. Как вы видите, я вот этой светлой краской осознанно заходила на листву и стволы ветви древа. Так мы приглушаем вот такой вот яркий сиреневый цвет, и картина становится более цельной. Пока это у нас такая вот черновая грязная работа. Сейчас я возьму более тоненькую кисточку и буду аккуратненько между ветвями проводить линии четкие светлой краской. Тоже туда войдет белая, желтая и коричневая. И буду смотреть, где додавать больше коричневого, где буду додавать больше светлого, белого, желтого или еще какой-то цвет. Для этого я беру более тонкую кисточку. У меня много очень тоненьких кисточек. Но на данном этапе вот эта кисточка мне подходит больше всего. И этой кисточке, ребята, вы не поверите, ей очень-очень много лет. Еще в детстве папа не рисовал. И она до сих пор прекрасно рисует. Ну что ж, давайте я буду делать дальше. А вы наблюдайте. Я буду вам рассказывать этапы написания данной картины, а также расскажу смысл этой картины, что означает «Древо жизни» и почему такая картина должна находиться почти в каждом доме. «Древо жизни» — это библейский образ из книги «Бытия». Дерево посреди райского сада, плоды которой дают вечную жизнь. И двенадцать раз приносящие каждый месяц плод свой и листья древа для исцеления народов. С древних времен «Древо жизни» оберегало людей, защищая своей мощной энергетикой их семьи и дома. В «Древе жизни» заложено большое количество позитивной энергии, так как оно объединяет энергетические потоки, направляя их не только на самого человека, но и на всех его близких. Очень хорошо подходит для укрепления любовных отношений, для взаимопонимания с детьми, для защиты семьи от болезни, порч и проклятий. «Древо жизни» по-своему универсальный талисман, поскольку он защитит вашу семью от всего – болезни, ссор, вмешательства недобрых людей, защитит дом от злоумышленников. Оно поможет найти взаимопонимание между родителями и детьми, укрепит отношения, принесет удачу во всех делах. Если вы хотите защитить свою семью, помочь всем близким, наполнить дом радостью и счастьем, тогда талисман «Древа жизни» является необходимостью. Если Аллатырь защищает от болезни, а Боговник от сглаза, то «Древо жизни» убережет от всего и поможет во всем. Защита «Древа жизни» самая мощная и сильная. Сейчас я подготовлю краску для основного фона, то есть по краям. И для этого мне понадобится вот такая вот кисточка, синтетическая и пошире кисточка. Дальше я набираю водичку, чтобы полоскать кисти, и беру я краску коричневую, акриловую, черненькую, желтенькую нам понадобится, беленькую. Сейчас я намешаю эти красочки вот в таком вот корыце. Вот, намешала сюда красочки. Немного, немного, буквально окуну кисточку в воде и обратно сюда, чтобы лучше красочка разбавлялась. Потому что на данном этапе краска густая, нам нужно, чтобы это было как сметанка, чтобы легче было краску наносить на холст. Вот у нас получился цвет такого молочного шоколада. Все, теперь я буду наносить на холст. Древо жизни в мифологии. Это в первую очередь символ соединения нашего мира и мира небесного. Как дерево тянется к небу и получает энергию от солнца, так и человек тянется к вселенской энергетике, к ее потокам. Это очень гармоничный символ, поскольку дерево всегда было символом жизни, развития и роста. Также древо жизни может обозначать и род. Как скреплены все листочки с ветками, а ветви со стволом, так же и мы скреплены со своими предками. Каждый человек подключен к энергии рода. Его защищает энергетика предков, помогая в сложных ситуациях, становясь мощным щитом от негатива. Древо жизни – это еще символ бессмертия, поскольку в природе ничего не пропадает бесследно. Все постоянно перерождается, накапливая энергию и отдавая ее. Древо жизни всегда помогало людям развиваться, самосовершенствоваться, достигать желаемого через духовное возвышение. Такой символ является мощной связью с энергией Вселенной, проводником, через который светлая энергия передается человеку. Итак, я приступаю к разукрашиванию самого дерева и листвы. У меня есть вот такая вот акриловая бронзовая краска, такая вот с золотая красивая краской, и золотая светлая, такая желтая. Очень красивые краски. Бронзовой краской, смешав ее немного с коричневым, я покрою само дерево, то есть столб дерева и ветви. Дальше прожилки на деревах, то есть саму кору дерева, там веточки, дупло, тень. Я буду также наносить такой вот золотой краской, где-то добавляя больше коричневого и немного черного, немножко черного. Сами листья, половинку листьев я сделаю золотой краской, а остальную половинку я сделаю вот такой вот светло-желтой. Будет очень эффектно и красиво смотреться. Тени я делаю вот черной, коричневой краской, к черной я додаю легонечко, тихонечко, спокойненько, чтобы она сильно не выделялась, и смешав с бронзовой краской. И здесь между складками по коре я делаю тени, там, где дупло, делаю тень, то есть выделяю, чтобы дерево наше красиво, эффектно смотрелось. И вот такой вот золотистой краской я прохожусь по стволу дерева и выделяю светлые участки коры. Также этой же золотой краской я крашу пол-листочка, окрашиваю пол-листика вот такой вот стильной золотой краской. Краской посветлее я крашу вторую часть листвы. То есть вторую половину листика я окрашиваю более светлой золотой краской. Таким образом я прошлась по всем листикам, и смотрите, как красиво падает освещение на листики, и как они красиво светятся. То есть при каждом освещении дерево будет по-другому освещаться, будет по-другому блестеть листики. И это будет очень красиво. Картина практически готова, и осталось ее покрыть лаком. Покрываю я ее фасадным лаком наполовину матовым, наполовину глянцевым. То есть это идеальная середина. Помимо того, что лак будет защищать картину, то также цвета картины станут более глубокими и выразительными. Итак, сейчас я покрою ее лаком. Вот такое ведерко у меня, лак фасадный. Беру такую кисточку. Кисточка синтетическая, мягкая, хорошая. И покрываю картину лаком. Намакиваю так. И начинаю сверху картины наносить лак. Мы можем видеть, что лак оставляет вот такие вот светлые полосы. Эти полосы, они уберутся. Они при высыхании прозрачны. Лак распределяется по всей картине. И при высыхании этот лак становится полностью прозрачным. И картина наша покрыта защитным слоем лака. И когда нам надо будет вытереть пыль с картины, мы это делаем смело с сухой тряпочкой. Как вы видите, мазки я делаю в одном направлении. То есть не так, как я наносила краску, а в одном направлении. Все, первый слой лака я нанесла на картину. Даю полностью высохнуть. И я пройдусь еще одним слоем лака по картине. На данном этапе мне нужно сейчас обязательно помыть кисточку хорошенько. Иначе, если я ее оставлю после лака высыхать, мне потом трудно будет ее реанимировать. Поэтому после красок, после масляных красок, акриловых и после лака обязательно сразу же промывайте кисточки, чтобы они у вас не испортились. Вот картина уже готова. Я ее покрыла в два слоя лаком. Вот так она выглядит на стене. При разном освещении картина выглядит по-разному. То есть краски играют. Листочки блестят. Очень красиво и эффектно смотрится. Сейчас я попробую включить свет другой. Ну, как-то так. Я попробую ее еще сфотографировать при разном освещении, чтобы вам было лучше видно. Как красота получилась, ребята! Ну, и результатом, как всегда, я очень довольна. Если понравилось вам, то тоже ставьте лайки, пишите в комментариях свои впечатления. Спасибо всем за просмотр! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok